шабашалом дорогая община рад очень рад и это неформально видеть вас всех давайте встанем перед чечением торы драгоценный небесный отец мы как твой народ божий и как твои дети благословляем твое святое имя мы благодарим за тору которую ты дал нам и мы благодарим за и шоа господи который есть живая тора сошедшая с небес и он есть наш бог он есть мессия твоего народа и он есть жизнь вечная аминь драгоценным мы сегодня изучаем начали начинаем изучение 4 книги 4 книги торы которая называется в русском на русском языке она называется числа и там это правильно потому что там много чисел вот божьих чисел и значит в еврейском переводе она называется бэмид бар он означает в пустыне это тоже правильно потому что вся книга о том как народ ходил в пустыне и сегодняшняя сегодняшний тревог туры которые включает с 1 1 стиха 1 главы по 20 стих 4 главы он тоже называется бэмид бар пустыне он рассказывает о том что бог повелел своему народу вернее что бог повелел машин произвести перепись мужчин израиля от 20 до 60 лет годных к войне потом соответственно он повелел расставить колено рода семьи определенным образом большом порядке и определенном порядке вокруг скини также потом повелел перечислить левитов которые не вошли в эту перепись и тоже расставил их вокруг скини то есть в общем то здесь говорится о числах если реально читать сплошные сплошные числа вот но я хочу сказать что я очень люблю божьи числа эту любовь ко мне мне привил дмитрий юткевич любимый многими мессианский учитель он сейчас в израиле да благословит его там господь однажды он показал что ну это откуда у меня началась эта любовь о том как я о том что между первым и последним сыном иакова то есть их рождение значит там было шесть лет вот всего шесть лет то есть те события которые происходили с иосифом они происходили в среде молодых людей от 17 до 23 до 24 лет вот и для меня стало ясно вдруг почему эти ребята были такие жестокие друг другу да к своему брату вот почему все происходило как происходило у них был один отец но четыре мамы две мамы скажем так законные жены две наложницы вот и как бы между ними были различия и и для меня брук раз и открылось это понимаете вот а меня это мулило мне мулил думаю почему они такие вот это ну и при при том я думал что они там такие бородатые знаете там такие серьезные ребята думаю взрослые люди да а такая вот это вдруг молодые люди понимаете поэтому и как я зажегся этими цифрами божьими и стал присматриваться к ним и много-много понял вот и вот в сегодняшней главе тоже говорится о цифрах это не главное о чем я буду говорить но все таки хочется пару цифр упомянуть например о том что повеление божье было исполнено и перечислили и исчислили что было мужчина 20 до 60 лет годных к войне 60 3550 человек ну много ли это мало с одной стороны это мало потому что маше во второзаконии он говорит ваш бог избрал не потому что вы были самые многочисленные он вас избрал потому что вы наоборот были самым малочисленный народ и с одной стороны это говорит о том что малочисленный народ он самый малочисленный народ победил более многочисленные народы, да, и говорит, это о силе и чуде Божьем, а с другой стороны, это было много, потому что, если столько мужчин, то, значит, всех, ну, вместе с семействами, это где-то порядка двух-трех миллионов, и, извините, они ходили в пустыне, и это просто огромное количество населения, да, которое надо было кормить в пустыне, и наш всемогущий Бог, он кормил их там, 40 лет кормил, друзья мои, всегда должны об этом помнить, что наш Бог всемогущ, и за этой цифрой именно стоит его величие, его могущество, и то, что он может прокормить каждого из нас, из своего народа в любое время, у него есть эти возможности, у него есть эти небесные ресурсы, давайте скажем на это аминь. Также, например, цифра исчислили первенцев, 22 273 человека, друзья, не более 22 тысяч, а 22 273 тысячи, не знаю, как вас, меня это очень трогает, меня эта цифра очень трогает, потому что там учтен каждый человек, нам иногда кажется, Бог забыл о нас, что все, он не знает ни нашей прописки, ни где мы вообще, где мы ходим, и так далее, он полностью забыл о нас, не забывает наш Бог, друзья, не забывает никогда, скажите на это аминь. Об этом говорит 138-й псалом, там написано о том, что есть книга, где написаны все жизни для нас, записаны все книги для нас предназначенные. В третьей главе пророка Малахи говорится о том, что перед его глазами пишется книга, пишется книга, чтущих, боящихся Бога и чтущих Бога, чтущих имя Его, понимаете? То есть вот кто-то сегодня не хотел идти на собрание, но он думает, да не, я пойду, Господу это понравит. Поверьте, это записано у него, ангелами, там я не знаю, как знаете, там или в электронном виде, но у него записано, что кто-то не хотел идти, но он пришел сегодня на собрание, это будет большим благословением для тебя, брат, сестра, тот, кто не хотел идти, но пришел. Аминь. То есть еще там одно число очень интересное. Исчислили левитов, их было 22 тысячи, из них 8500 от 30 до 50 лет, которых поставили на службу при Скинии. И вдруг для меня стало ясно, почему Иосиф предстал перед фараоном в 30 лет, и почему Ишо начал свое служение тоже в 30 лет, понимаете, о чем я говорю, да? Интересно, я не обращал раньше на это внимания, я понимал, что это то время, Божье время, да? Но вот оно откуда идет, оно вот именно в этой главе, которую мы сегодня изучаем. То есть Бог, наверное, считает, что 30 лет для мужчины – это время его социальной, психологической, физической и духовной зрелости, ну так, в идеале, так вот скажем, да? Да? То есть числа. Но сегодня слово мое не о числах. Сегодня немножко я поделюсь тем, что… У меня время есть еще. «И сказал Господь Моисею» – это число первое, ну, с самого начала, с самого начала книги. «И сказал Господь Моисею пустыне Синайской в Скинии собрания в первый день второго месяца во второй год при выходе их из земли египетской говоря». То есть дело происходило на первый день 14-го месяца. То есть книга «Исход» – это целый год, ровно год, книга «Левит» – это месяц, и вот начинается второй месяц, и начинаются события, которые рассказаны в книге «Чисел». Итак, Господь сказал, «Исчислите все общество сынов Израилю, по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужеского пола поголовно, а двадцати лет и выше всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их, ты и Арон, и с вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который вроде в своем есть главный. И вот имена мужей, которые будут с вами. От Рувима – Елицур, сын Шадеура, от Симеона – Шлумиэль, сын Цуришаддая, и далее перечисляются все главы колен, то есть 12 глав колен, кроме левитов, и их отцы, то есть 24 имени. Знаете, я уже не раз, даже пару раз я вам говорил об этом, но вот на этот раз я получил, мне кажется, более глубинное, хотя я говорил это именно откровением, о том, как жил народ Израиля там в рабстве, помнил ли он своего бога. Вот скажите, кому-то это интересно вообще было, кто-то задумывался над этим? Есть такие, да? Ну есть несколько человек, которые думали о том, вот все-таки, как они жили, то есть помнили ли они, или они были вообще там в этих золотых тельцов своих, там верили и так далее. Но, друзья, вот эти имена, они показывают, вот смотрите, что они показывают. Итак, друзья, все 24 имени. Аллилуйя, да? Друзья, это Аллилуйя. Я получил вот это вот откровение, понял? Они помнили. Ну, понятно, они были, знаете, значит, ну не самые такие, может быть, там, значит, богословия образованные, там и так далее. Но они помнили, кто они, они помнили, зачем они в этом мире. И поэтому, когда к ним пришел Маше, в общем-то, они откликнулись на этом. Вот о чем это говорит. И это говорит о том, что они желали быть близки к своему богу. Поэтому они давали имена, где было Божье имя в составе. И Бог желает быть близким к своему народу. Мы помним о Сарре, да, которая стала Саррой, Аврааме, который стал Авраамом и так далее. Вот сейчас эта традиция, скажем так вот, она тоже передается, она тоже существует в нашем народе. И Бог тоже, Он желает близко быть к нам, как к своему народу. И это достигается за счет чего? За счет Духа Святого, да, который живет в верующих во имя Его. Аминь. И вот я подхожу к центру своего послания сегодня. То, что я увидел в этой главе, где, в общем-то, одни числа. Вдруг я обратил внимание на следующее. О первенцах. Числа. Этот раздел, 3.13. «Ибо все первенцы мои, в тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, осветил я себе всех первенцев Израилев от человека до скота. Они должны быть мои. Я Господь». Друзья, о чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что Бог в этот момент вывода израильского народа из Египта, Он отделил первенцев Израиля для себя. Для чего? Чтобы они были священниками, левитами, значит, при нем. Это был отделенный народ. Ну, отделенная часть народа, именно посвященная Богу. Понимаете, о чем я говорю? Да? То есть не левиты. Первенцы должны были быть священниками. Немного далее читаем. Число 3.45. Теперь говорит Бог «Возьми левитов вместо всех первенцев и сынов Израиля. И скот левитов вместо скота их. Пусть левиты будут мои. Я Господь». О чем это говорит, друзья? Я здесь вижу перемену священства. То есть то, что я вижу, да? Я вижу, что есть воля Божья. Ну, то есть, как мы знаем, именно благая, угодная, совершенная. Ну, мы говорим совершенная, да? И есть воля Божья допустимая. Почему получилось вот так вот, что вдруг должны были быть первенцы всех семей, да? И вдруг стали левиты. Ну, потому что был грех золотого тельца. И только левиты сохранили себя в чистоте и святости перед Богом. И это произвело огромные перемены в жизни народа. Почему я говорю огромные, друзья? Ну, потому что представьте себе. Первенцы всех семей идут на служение. Ну, например, город, да? Вот Одесса. И где-то стоит Скиния, значит, и туда идут первенцы. Вот тысячи там или там сотни, ну, сотни, например, первенцев идут служить. И они находятся какое-то время при Скинии и потом возвращаются. Все ждут их, да? Вот они приходят. И в каждой семье, вот я представил себе, когда я готовился, я представил себе вечер, зажигаются окна, заходят первенцы. И все начинают спрашивать, ну, как там, как там в Скинии? Что Господь говорил? Что там Маше делал? Какие чудеса? И они начинают рассказывать. Приходило там десять прокаженных. Они были исцелены. Там нерождающие принесли своих детей, посвящали Богу. Бог говорил Маше то, мне говорил это. Понимаете, о чем я говорю, друзья? То есть в каждую семью мог прийти представитель Божий священник. Это мечта Бога. Это его совершенная воля была для израильского народа. Ну, на тот момент мы имеем в виду. Значит, а что теперь? А теперь, получается, мимо города идут левиты, да? И жаждущие Господа говорят, друзья, ну, зайдите к нам хоть на часик, расскажите нам, пожалуйста, что там происходит, как оно там. Это же другое дело, согласитесь. Это совершенно другое дело, понимаете? И мы должны помнить об этом, о том, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Она есть не только для народа. Она была не только для первенцев Израиля. Давайте мы вспомним Римлянам 12 глава, 1 и 2 стих, где Павел говорит. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Представьте тело ваше, жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Понимаете? Та же самая идея. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать волю благую, угодную, совершенную. Аминь. Друзья, есть эта воля, понимаете? Есть воля Божья, совершенная воля Божья, и есть воля Божья допустимая. В чем разница? Я вам скажу, в чем разница. Если бы была воля Божья совершенная, если бы народ вошел, сделал, ну, все как положено, да, то ровно через год и какие-то там несколько месяцев он был бы в земле обетованным. И начались бы Божьи чудеса через год. Они начались через 40 лет. Насколько удлинился путь? 365 раз. Ну, то есть вместо 40 дней, 40 лет. Друзья, только из-за того, что сменилось, из-за того, что сменилось вот это священство, ну, в том числе, вот, понимаете, из-за того, что народ вышел из вот этой воли совершенной и попал в волю Божью допустимую, путь удлиняется в десятки раз, в сотни раз получается даже, да, 365 раз. Скажите, кто-то хочет вообще, чтобы его путь в Боге, да, ну, скажем так, к земле обетованной, ну, личной земле обетованной удлинился в 365 раз. Есть такие? Нету, да? Ну, слава Богу, я же понимаю, это никому не надо. Друзья, есть для этого, для этого есть путь, вот, как не удлинять свой, как не удлинять вот свои, свое хождение в пустынных местах. Ну, мы в той или иной степени, друзья, мы все в этих пустынных местах ходим какое-то время, но мы видим, что у Бога нет желания, чтобы мы ходили там годами, но нет у Него желания, чтобы мы десятилетиями приходили в церковь, и чтобы у нас одно и то же было, чтобы у нас ничего хорошего, то есть, не происходило. Нету такой воли. Воля Божья, она благая, она добрая, она угодная им, она совершенная, понимаете? Она классная. Бог, и мое послание именно как раз вот об этом, Бог хочет, чтобы мы, как Его народ, каждый лично, и как Его народ, и мы, как община, мы были благословлены, чтобы мы вошли в эту волю Божью, потому что она прекрасная, потому что там происходит все, что, ну, есть в мечтах Бога о нас. Друзья, но об этом нам нужно задуматься. То есть, насколько мы преданы, предали себя в жертву святую. Здесь о чем говорится? Здесь говорится о жертве всесожжения. Здесь говорится о посвящении. Насколько мы посвящены Богу. Насколько мы близки или не близки с миром. Насколько мы сообразуемся с Ним. Насколько Он тянет нас. То есть, я сейчас говорю о вещах, которые, к сожалению, нас, вот, держат нас в пустынных местах. Я говорю о том, насколько мы работаем над своим разумом. Понятно, что прежде всего с помощью изучения Слова Божьего. Насколько мы работаем, да, для того, чтобы познать вот эту, познать Божью волю. И вот это вот в единстве, понимаете, вот это в единстве, то, что вот этот путь есть. Это есть путь из пустынных мест, друзья. Я просто молю Бога, чтобы Он, знаете, даровал нам сейчас вот это глубинное, такое сильное откровение о том, что есть выход из любой ситуации, ну, которую мы называем пустыней нашей жизни. Есть этот выход. Он в Боге. Есть путь. Пожалуйста, римлянам 12.1.2. Выпишите себе, напишите себе на каких-то скрижалях, на бумажке, повесьте где-то, понимаете. Думайте об этом, размышляйте. Ну, вместе я имею в виду, говорю, вдумайте, это я не то, что указываю. Я говорю, что мы должны как бы думать об этом. Вот. И пусть Господь благословит нас, Боже. Ты видишь, Господь, это желание моих братьев и сестер, Боже, Господь, вникать в Твое Слово, Боже. Ты видишь это желание, Боже, Господь, войти в Твою волю, Божью, Господь, благую, угодную и совершенную. Боже, помоги просто, помоги всем нам, мне и каждому, и сидящим здесь, кому дорога Твоя воля, кто хочет ее исполнить, войти в эту волю, исполнить ее и быть счастливым в Тебе. Аминь.